Харе Кришна, Харе Рама Джаюра Дамадава Кунджаби Харим Джаюра Дамадава Кунджаби Харим Гопи Чана Балаба Гири Варадари 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Эканта-матир-у-ни-дро, гудго-мудга, и веятэ. Перевод. Его Весадевы сын был великим преданным манистом, чей ум был уравновешен и всегда сосредоточен на едином. Он был трансыдентен к мирской деятельности, но не показывал этого и походил на невежественного человека. Комментарий. Шрила Шукадева Гасвами был освобожденной душой и поэтому всегда был настороже, боясь попасть в сети иллюзорной энергии. Эта бдительность очень хорошо объясняется в Бхагавадгите. Деятельность освобожденной души отличается от деятельности обусловленной души. Освобожденная душа постоянно совершенствуется, идя по пути духовного развития, который, то есть путь, который обусловленной душе кажется сном. Обусловленная душа не в состоянии представить себе истинные деятельности освобожденной души. Если обусловленная душа еще не пробудилась в духовной деятельности, то освобожденная душа уже занята ею. Аналогичным образом деятельность обусловленной души, освобожденной душе, кажется сном. Может создаться впечатление, что и та, и другая находятся в одинаковом положении, но на самом деле их деятельность различна. Внимание одно и сосредоточено на чувственных наслаждениях, а другой на самоосознании. Обусловленная душа поглощена материей, освобожденная совершенно безразлично к ней. Это безразличие объясняется следующим образом. И для того, чтобы понять каким образом, мы просто заглянем в следующий текст и, не разбирая его в деталях, посмотрим, что же там написал Шрила Весадева. Когда Шрила Весадева, шедший следом за своим сыном, проходил мимо прекрасных юных девушек, купавшихся обнаженными, они прикрыли свои тела одеждами, хотя сам Шри Весадева не был наг. Но, когда мимо них проходил его сын, то есть Шукадева Гасвами, они не сделали этого. «Мудрец попросил их объяснить, почему они так поступили, на что девушки ответили, что его сын чист и, глядя на них, не видит различий между мужчиной и женщиной, тогда как Весадева видит их». То есть, еще раз, это был ответ на вопрос, чем объясняется безразличие освобожденной души к материи. Оно объясняется тем, что, и в комментарии к этому тексту, к следующему Шрила Парупада напишет, объясняется тем, что освобожденная душа равным образом относится к разным проявлениям материи, которые обуславливают живых существ. Равным образом относится к слону, к собаке, к собакоеду, к мудрецу и так далее. Это означает, что освобожденная душа, которая проснулась как душа, душа проснись, жив джагу, проснись душа, вот она проснулась как душа, и мы когда-нибудь проснемся. И это означает, что эта душа понимает, что внутри собаки душа, и внутри слона душа, и внутри мудреца душа, и в этом смысле все едино. Ну, не в том смысле, что всем принадлежит одна отдельно взятая душа, как считают некоторые представители некоторых имперсональных течений. А душ много, и в каждом материальном теле по одной отдельно взятой индивидуальной душе, у которой своя история отношений с Верховным Абсолютом, с Кришной. И поскольку душа в материальном мире находится, то эта история, эта биография такова, что живое существо в какой-то момент решило стать бахер мукхой, решило отвернуться от Господа, и теперь живет здесь и испытывает разные события, хорошие и плохие в жизни. Омагьяна Тимирандасягья, Нанджана Шавакая, Чакшур, Уммилитамьяна Тасмая, Шри Гурявенмага, Шри Читани Многпиштам, Стапитамьяна Бутале, Свая Рупа Кадама, Ямда Датисва, Падатикам. Ванча Калпатарубья, Чакри, Пасинубья, Эвача, Патитанам, Паваны, Бьёвайшна, Бьёвнаму, Намаха. Намаом, Вишну, Падая, Кришна, Приштхая, Бутале, Шри Мати Бхакти, Веданта, Свами Нитинамине. Намасте, Сарасвати Деве, Гоура, Вани Прочарине. Нирвишеша, Шашуни, Аваде, Пасчатиадеша, Тарине. Джая, Шри Кришна, Чайтания, Прабуни, Тянанда, Шри Адвая, Тагдадхара, Шри Васади, Гоура, Бхакта, Вринда. Хареи Кришна, Хареи Кришна, 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 Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Итак, перед нами четвертая глава первой песни Бхагаватам. И в этой четвертой главе, которая называется «Явление Шри Нарды», Шаунака Риши задает вопросы сути Госвами. И эти вопросы касаются в первую очередь предыстории Бхагаватам. Как Бхагаватам возник, Шаунака спрашивает суту Госвами. То есть они в лесу на Мишаре сидят, и суту Госвами Шаунака Риши спрашивает, просит рассказать Бхагаватам, и просит рассказать, в какое время, в каком месте и при каких обстоятельствах Бхагаватам возник. Время, место обстоятельства. Деша Кала Патра. Время, место обстоятельства. В какое время, то есть когда, в каком месте, где и при каких обстоятельствах, то есть что послужило первопричиной, почему Вьесадева вдохновился написать Амава Пурану или Бхагавата Пурану или Шримад Бхагаватам, которые повествуют лишь о чистом преданном служении. И ответ на этот вопрос содержится в этой четвертой главе и в пятой главе, в которых рассказывается о том, почему Вьесадева не был удовлетворен, написав веды, поделив их на четыре части, и в то же время он чувствовал неудовлетворенность и пришел на рода, и он сказал, что причина этой твоей неудовлетворенности заключается в том, что ты не прославил верховную личность Бога. И это нас отсылает к пятой главе, вот к этому тексту 1.5.8, где Нарада Муни объясняет Вьесадеве, почему тот неудовлетворен. И, собственно говоря, эта неудовлетворенность и послужила причиной, почему Вьесадева написал Бхагаватам, то есть это ответ на вопрос Шоунаки Риши. Он написал Бхагаватам для блага всех нас, чтобы мы читали Бхагаватам, и он также написал его для того, чтобы избавиться от этой своей неудовлетворенности. Текст 1.5.8. Шри Нарада сказал, «Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной». Это интересно. То есть Вьесадева написал Веды, он поделил их на четыре части. «Он не испытывал удовлетворения, по той причине, что трансцендентные чувства Господа Хриши Кеши не были удовлетворены. Все наши чувства – зрение, осязание, обоняние, слух, обоняние, вкус. Пять чувств. Это все принадлежит Господу Хриши Кеша. Он повелевает нашими чувствами. И для того, чтобы эти чувства были по-настоящему удовлетворены, нам нужно совершать деятельность, которая удовлетворит, доставит удовольствие трансцендентным чувствам Господа. Это касается и изучения философии. Если мы изучаем именно такую философию, которая приятна трансцендентным чувствам Господа, а это означает «прославляет Господа». И прославление Господа содержится в Бхагава, там содержится в читании Чаритамрити. В случае, если мы изучаем именно такую полезную философию, то тогда чувства Господа удовлетворены, и тогда происходит полив корня дерева. Это известная аналогия. Существует дерево, и корнем этого дерева, корнем всего, Бхагавадгита, 15 глава, Пурушотама-йога, корнем всего является Господь. Мы, ветви и листья на ветви этого дерева, листья на ветвях этого дерева. И если корень палит, то тогда мы можем ощутить, как эта питательная влага, и вот эти минералы из почвы и так далее проникают в нас. Мы можем почувствовать удовлетворенность жизни, если связываем свою жизнь с этим глубинным смыслом, с тем, что существует Господь, мы Его неотъемлемые частицы, нам Ему нужно служить. И все то, что мы делаем на протяжении дня, по сути, можно поделить на два вида деятельность, которую мы совершаем. Это та деятельность, которая доставляет удовольствие трансцендентным чувствам Господа, и та, которая не очень доставляет или очень не. И если нам удается в процентном соотношении сделать так, чтобы деятельность, которая доставляет удовольствие Господу, в процентном соотношении, ее было больше, чем той деятельности, которая не связана с идеей его удовлетворить, то тогда мы будем испытывать вот эту глубокую удовлетворенность в жизни. Потому что не только чувства и не только ум будут удовлетворены нашими попытками их удовлетворить, чувства и ум, но мы будем еще чувствовать удовлетворенность на более высоких уровнях. Как минимум на уровне разума мы будем понимать, что наша жизнь связана, наполнена гораздо более глубоким смыслом, чем она была наполнена раньше. И таким образом вот эти уровни, наша природа, а тело, чувства, ум, разум, в конце концов душа, мы и есть душа, вот чем выше, чем больше мы сможем наполнить удовлетворенностью свое бытие, свое существо, тем лучше. Если говорить о чувственных наслаждениях, то они в основном воздействуют на тело, на чувства обусловленной материи и на ум. И воздействуют достаточно кратковременно. И здесь в комментарии Шрила Прупада как раз проводит это различие. Он пишет про то, чем отличается освобожденная душа от обусловленной. Может создаться впечатление, что и та, и другая находятся в одинаковом положении, пишет он здесь в комментарии. И мы можем вспомнить хорошую аналогию из Багавадгиты, когда Шрила Прупада пишет там, что в принципе на одном и том же заводе могут работать два человека, и один может изготавливать гайки на этом заводе, желая обеспечить финансово свою семью просто ради себя. А может быть такой, по крайней мере чисто теоретически, может быть такой человек, который будет работать на заводе ради Кришны, для того чтобы потом пожертвовать что-то из своего дохода на деятельность, связанную с распространением сознания Кришны. Он может кормить на эти деньги ваишнавов, он может жертвовать что-то в искон, может использовать это в разных видах проповеднической деятельности. И тогда Хриши Кеша, Господь, обязательно обратит на него внимание. И с внешней точки зрения будет продолжать казаться, что это одинаковые люди, которые крутят все те же самые гайки на заводе. Но человек, который связывает эту внешне совершаемую деятельность с Господом, будет безусловно чувствовать большую смысловую наполненность в своей жизни, гораздо большую. Итак, в чем различие между обусловленной душой и освобожденной? Шрива Парупада пишет вот здесь об этом. Внимание одной сосредоточено на чувственных наслаждениях, а другой на самоосознании. Живому существу обусловленному сложно отказаться от низшего материального вкуса. Даже если оно будет внешне удерживаться от этой деятельности, все равно внутри будут вращаться эти мысли-образы. Но выйти за пределы этого низшего вкуса, живое существо, может, если оно обретает доступ к высшему вкусу. И наше положение сейчас, дорогие друзья, дорогие преданные, таково, что мы, несмотря на то, что еще не стали освобожденными душами, мы уже отличаемся от них. В том плане, что теперь из-за того, что нам хотя бы малую толику удалось получить духовного вкуса, по милости вайшнавов, теперь мы отличаемся от обусловленной души, по крайней мере тем, что нам сложно, теперь гораздо сложнее, внимание свое сосредоточить на чувственных наслаждениях. В чем это проявляется? Это проявляется именно в том, что если преданный Кришны пытается вернуться назад к прежнему образу жизни, до сознания Кришны, это могут быть интоксикации, это может быть незаконный секс, азартные игры и даже мясо. Человек может попытаться к этому вернуться, но он не испытывает при этом того вкуса, который испытывал раньше. Почему это происходит так? Потому что из-за того, что обретен вкус более высокого порядка, пусть даже частица его, пусть даже крупица, из-за этого сознание человека функционирует таким образом, что ему сложно свое внимание сосредоточить на тех объектах, которые раньше были объектами его чувственного наслаждения, так объясняет Бхакти Вигьяна Гаслами Махарадж. Этот момент. Почему вкус уходит? Потому что внимание естественным образом уже привыкло приковываться к другим объектам, более высокого порядка. И теперь это внимание сложно приковать к тому, что радовало нас раньше. Будь то интоксикации, незаконный секс, азартные игры и даже невегетарианская пища. Человек пытается с этим соприкоснуться, отойдя от движения сознания Кришны, и никак не может нащупать в этом свой прежний вкус. Почему? Не потому что мясо стало хуже, и не потому что интоксикации не такие качественные, как были раньше, а потому что сознание уже другое, оно не позволяет ему соприкоснуться с этим. И теперь в заключении я прочту, что касается качеств Шукадевы Гаслами. В сегодняшнем тексте Шаунака Риши спросил у Суты Гаслами о качествах Шукадевы Гаслами. И это отсылает нас к тексту Шримадбхагаватам 1.2.2. Это достаточно известный текст, который Бхакти Вигьян Агаслами Махарадж перед лекциями нередко прочитывает. 1.2.2 текст. Наверняка вы помните, что этот текст нередко звучал или звучит перед лекциями Гаслами Махараджа. Это переводится следующим образом. Шрила Сута Гаслами сказал, Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом Шукадевы Гаслами, способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищение священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покидал свой дом, чтобы принять отречение от мира Саньясу, его отец Весадева, страшась разлуки с ним, воскликнул, Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. Особенность Шукадева Гаслами, как освобожденной души, заключается в том, что он не хотел рисковать своим духовным положением, он боялся иллюзорной энергии. И если вы позволите мне еще пару минут поговорить, то я прочитаю интересный комментарий Вишванадхича Краварти Такура к этому тексту, в котором он говорит об интересном моменте, практическом. Сута задумался, то есть Суту попросили рассказать о Шукадеве Гаслами. Шаунака Риша попросил, и Сута задумался. Вишванадхича Краварти пишет в комментариях, он задумался. Я отвечу на вопросы, излагая саму суть Писаний. Они просили изложить суть, которая удовлетворит их разум. Что, если их разум не удовольствуется этим? Поэтому из всей сути я должен выбрать то, что находит удовлетворяющим разум лучшие из проповедников. Главный среди мудрецов Кришна Двайпаяна Вьяса, он постиг Виданта Сутру, я изложу им Писание, которое чисто, словно святая река Джамбунада, я возвещу им Бхагаватам. Я должен вручить себя Шри Шукадеве, сказителю Бхагаватам. С этими мыслями Сута Гаслами произносит данный стих. То есть, когда мы что-то пытаемся рассказывать о сознании Кришны, нам нужно в уме вручить себя Шри Липарупаде, вручить себя духовному учителю. И также Вишванатка Чакараварти пишет здесь о том, что неспроста эти деревья отозвались, как тут было написано, эти деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца. Откуда это взялось? Шукадева Гаслами при помощи своей югической силы Сарвабута Хридаям Муним Анатосми. Вот этот текст 1.2.2. Он своей югической силой способен войти в умы всех живых существ. И поэтому Сута Гаслами вручает себе Шукадеве Гаслами и говорит, да будет так, пусть он войдет в мое сердце и провозвестит Багаватам моими устами. Тому, кто способен войти в немые деревья и успокоить отца, отвечая через них, ничего не стоит войти в мое сердце и насытить умы слушателей. Подразумевается, что это должно стать правилом. Каждый сказитель Багаватам обязан медитировать так же. То есть мы медитируем на Шрилу Парупаду, медитируем на духовного учителя, чтобы он проявился через нашу речь и чтобы мы сказали разумные и полезные для нашей аудитории слова. Харе Кришна, спасибо большое за внимание. Грантарат Шримад Багаватам Киджай. Если есть вопросы и время их задать, то мы можем это сделать, но, скорее всего, времени нет, правильно? Ну, да, Мадва Мураль, Багаватам Киджай. Хорошая лекция, спасибо вам большое. Тут уже 23 минуты, нам тоже с вами бежать надо. Спасибо вам большое. Хорошо, я Дучандра Прабу. Спасибо вам. До встречи. Мадва Мураль, Багаватам Киджай. Я Дучандра Прабу Киджай. Харе Кришна.